Сегодня важный день в христианском календаре. Сегодня мы празднуем пересечение прошлого, настоящего и будущего, которое Бог приготовил нам. Сегодня вербное воскресенье. Вербное воскресенье — это день, когда Иисус исполнил прошлое, указав Своими делами на будущую реальность, чтобы дать уверенность и надежду среди неизвестности. Вы поняли? Вербное воскресенье — это день, когда Иисус исполнил прошлое, указав Своими делами на будущую реальность, чтобы дать уверенность и надежду среди неизвестности. Чтобы понять это заявление, нам стоит отправиться в небольшой исторический экскурс по служению пророка Захарии. Захария жил во времена, наполненные пророческими значениями. Евреи были в ссылке с того момента, как их захватили в плен в Вавилоне в 586 году до н.э. под предводительством Ездры и Неемии. Им разрешили вернуться в Иерусалим, чтобы восстановить их страну. Однако при попытке восстановления они столкнулись со множеством преград. Люди впали в отчаяние. И именно в этот момент Захария приходит к народу Израиля со словами совета и одобрения. Послушайте, что он говорит в Захарии 9.9 и 9.10. Он сказал, «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, сецарь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий, на ослице и на молодом осле, сыне под Яремной. Тогда истреблю колесницу Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народом, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Часто эти стихи цитируют в качестве примечаний на проповедях, посвященных триумфальному входу Иисуса в Иерусалим, о котором говорится в Матвее 21. Но сегодня мы будем рассматривать лишь эти два стиха из Захарии. Мы изучим их, чтобы лучше понять то, как Иисус исполнил эти пророческие слова. Если вы не знакомы с концепцией пророчества, то знайте, что пророческое слово — это слово от Бога, которое несет особое откровение или направление, открывает истину или предсказывает будущее. Бог дает это слово по-разному. Иногда Он делает это через Своё слово, иногда через сны, иногда через слышимый голос, который слышат Его пророки. И это одно из таких пророческих слов. Итак, пророчества из Захарии 9.9 и 9.10 находятся между двумя другими пророческими текстами. Эти тексты посвящены битвам Израиля. Чтобы понять, что говорится об Иисусе в 9.10 стихе мы должны рассмотреть тот текст, который идет до и после нашего сегодняшнего фрагмента. Комментатор Джеймс Войс говорит, что Захарии 9.1 по 9 стих точно предсказывает завоевание восточного побережья Средиземноморья армиями Александра Великого. Их кульминацией стала победа над царем Дарьем в битве при Ииссе в 333 году до н.э. После завоевания городов, находившихся под правлением Дарьи, Александр обратил внимание на Иерусалим. Он собирался напасть на город. Как говорит историк Иосиф Флавий, когда первосвященник в Иерусалиме услышал, что Александр идет на город, он собрал жителей города для поста и молитвы, а также принес жертвы для защиты и освобождения от Александра. Бог дал сон первосвященнику. Первосвященник должен был надеть свою одежду и встретиться с Александром возле города. И так они и сделали. Они открыли ворота, надели свои одежды священников и пошли навстречу Александру. Когда Александр увидел священников, идущих к нему, то преклонился перед священниками и вошел в Иерусалим, чтобы принести жертвы. Люди Александра были в шоке, потому что этот великий языческий генерал, который не верил в Бога, сделал это? Зачем он преклонился перед священником? Они спросили его об этом. Александр сказал, что еще в Македонии ему приснился сон, в котором он видел этого священника, одетого в эти одежды. И во сне этот священник сказал Александру, что он покорит Персию. Он сказал, этот человек стоял передо мной. Он подчинился власти священника и пощадил Иерусалим. Он исполнил то, о чем пророчествовал Захария в Захарии 9, 8, в первой половине этого стиха. Второе исполнившееся, пророчество записано с 11 по 17 стих Захарии 9. Эти стихи рассказывают о том, как евреи победили греков. Эти слова исполнились во времена восстания Маккавея, которое произошло между 170 и 150 годом нашей эры. Мы видим два текста о битвах. Они рассказывают о том, что случится в битвах, с которыми столкнутся израильтяне, а точнее, жители Иерусалима. А среди всего этого мы видим заявление о царе, о совсем другом царе и совсем другом царстве. Захарии 9, 9 начинается со слов «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима». Захария говорит «Ликуй от радости, черь Сиона». Дочь — это описание людей в определенном месте. Это население, которое представлено в виде женщины. Почему ликуй? Почему это такие радостные новости? Израиль видел приход и уход множества царей. После Саула, Давида и Соломона царство разделилось на два — северное и южное. Северное царство называлось Израилем, а южное — иудеей. В северном царстве было много злых царей, в южном царстве было несколько хороших царей. Но там также было достаточно злых царей. Жизнь была трудной и там, и там. Так зачем же радоваться о приходе другого царя? Это был очередной человек, очередной правитель, но Захария говорит, что этот царь будет отличаться от всех других царей. Во второй половине девятого стиха мы читаем, «Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле». Захария говорит о том, что есть три вещи, которые будут отличать этого царя. Он будет праведным, принесет спасение и будет кроток или смирен. «Грядущий царь будет царем праведности». Что значит «праведный царь»? Здесь используется еврейское слово, которое означает «справедливый и законный». Оно дается здесь как выражение факта. Это не относительное заявление. Иными словами, он не будет праведным в сравнении с другими царями. Мы часто сравниваем лидеров и говорим, «Этот хорош в сравнении с предыдущим». Это не значит, что он на самом деле хорош. Он хорош в сравнении. Об этом ли говорит Захария? Что этот царь будет праведным в сравнении с другими царями Израиля и Иудеи? Нет, Захария говорит, что этот царь будет определением праведности. Павел говорит об этом, когда пишет послание церкви в Риме. Римлянам 3.21. Павел говорит, «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки». Иными словами, пророк Захария свидетельствует о праведном царе, о праведности, о которой говорит апостол Павел. Павел говорит в 22 стихе этой же главы, «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих». Иными словами, Иисус Христос праведник. Он тот праведник, на которого указывает Захария. Этот предыдущий царь Иисус. Вот о чем говорит Захария. Он установит стандарт справедливости. Он будет править справедливо. Он будет судить справедливо, потому что он царь праведности. Во-вторых, Захария говорит о царе спасения. Когда народ Израиля думал о спасении, то всегда представлял себе спасение от таких людей, как Александр или через восстание Маковея. Во времена Иисуса люди представляли себе спасение от римского гнета. Они всегда представляли себе спасение, как свободу от угнетения других стран или правителей. Все потому, что подобные события происходили не один раз. Захария пророчествует о пришествии царя посреди текстов о битвах. Но это провозглашение, это свобода, это спасение слишком мало для того, о чем говорит Захария в 9 и 10 стихе 9 главы. Он пророчествовал о свободе изначального плана Божьего. Это свобода людей от греха. Больше никаких оков, никакого духовного рабства. Это та свобода, которую Бог задумал изначально. Вот что принесет царь спасение настоящее спасение. Вы можете подумать, что такое спасение. Словарь Мариам Уэбстера описывает спасение как освобождение от силы и последствий греха. Спасение это освобождение от силы и последствий греха. Вы поняли? Это не так уж и сложно. Но что такое сила греха? Сила греха это то, что приносит духовную смерть. Сила греха это то, что приносит духовную смерть. Сила греха пришла к человечеству через Адама и Еву. Когда Адам и Ева поверили лжи о том, что они могут быть как Бог, равными Богу, когда они поверили этой лжи, то дали силу греху. Они отвергли Бога, отправились по пути духовной смерти. с того момента духовная смерть передавалась всем поколениям людей. Все потому, что сила греха овладела человечеством через Адама и Еву. Из-за этого у нас нет силы над грехом. Мы не можем спасти себя сами. Мы не в состоянии обеспечить себе свободу от силы греха. Мы не можем сделать этого. Во-вторых, сказано, что спасение освобождает нас от последствий греха. Во-первых, оно освобождает нас от силы греха, а во-вторых, от последствий греха. Не знаю, заметили ли вы, но мы, как общество, пытались найти способы, чтобы разобраться с последствиями греха. Мы делали это, называя грех или вредоносное поведение болезнью. Если мы делаем его чем-то, что находится вне нас самих, то значит, мы не несем ответственности за этот грех. На самом деле, многие вещи, которые мы называем греховными, потому что они исходят из нас, общество переименовало в болезни и выписало лекарства против этих болезней. Вы видите, как люди заняты тем, чтобы медицинскими путями выбраться из своих проблем. Северная Америка выбрала этот путь. Во-вторых, мы пытались также просто дать другое определение греху. Мы берем вещи, которые являются деструктивными, приносят вину, стыд и пытаемся поместить их в другие категории. Есть ли тому яркий пример? Конечно. Аборт. Мы больше не называем аборт лишением жизни ребенка. мы говорим, что на самом деле это применение на практике права выбора женщины. А значит, это хорошо. Это хорошее, якобы должно перевешивать плохое, лишение жизни ребенка. Или в сексуальности мы отвергаем Божий план сексуального выражения и говорим, нет, мы свободны. Мы свободны от репрессивной природы Божьего плана. Нам говорят, что мы должны игнорировать все негативные последствия для нашего эмоционального, духовного и физического благосостояния, которые могут возникнуть из-за неправильного использования сексуальности или проявления ее так, как Бог никогда того не задумывал. В какой-то мере мы можем освободиться от последствий греха. Что я имею в виду под этим? Например, я могу извиниться за плохое поведение, за боль, которую я причинил кому-то. Если я наркоман, то могу пойти в реабилитационный центр и попытаться разобраться с последствиями греха. Но это лишь работа с симптомами греха. А нам нужно разобраться с силой греха, чтобы по-настоящему разобраться с последствиями греха. Я должен разобраться с источником проблем, а не с симптомами. Через победы над силой греха мы не признаем все последствия греха. Часто мы думаем, что это нормальное поведение и списываем его со счетов. Мы говорим, но все так делают, все ведут себя так. Не переживай, это не грех. Это всего лишь человеческое поведение. Но это не то, что задумал Бог. Грядущий царь это царь спасения. Это означает, что он спасет свой народ и спасет нас от силы и последствий греха. Что значит спастись? Мне кажется, спрашивать кого-то о том, спасен ли он, это странный вопрос. Если бы кто-то спросил вас, спасен ли ты, то вы бы ответили, спасен от чего? Обычно, когда мы думаем о спасении, то представляем себе негативные последствия от наших глупых и неправильных поступков. Никто не может сделать себя духовно живым. Только царь может сделать это. Ваши собственные усилия не могут сделать этого. Ваши достижения не могут сделать этого. Ваша благотворительность не может сделать этого. Вы не можете сделать ничего, чтобы стать духовно живыми. Почему? Все просто. Потому что мы мертвы. Все мы приходим в этот мир духовно мертвыми и если мы не разберемся с этим то будем проводить вечность без бога без благости божьей без народа божьего это хуже всего что мы с вами можем представить это худшее что нас может ждать царь праведности и спасения приносит нам свою праведность и свое спасение чтобы дать нам новую жизнь вот что он делает мне нравится как говорит павел в послании колоссянам которое написано для церкви в колоссах он говорит во второй главе 13 стихе и вас которые были мертвы во грехах и вне обрезание плоти вашей оживил вместе с ним простив нам все грехи истребив учением бывшая нас рукописание которое было против нас и он взял его от среды и пригвозил ко кресту отняв силы у начальств и властей властно подвергнув их позору восторжествовав над ними собою вы поняли с вашей мертвостью разобрались благодаря жертве иисуса на кресте царь праведности отдал себя за нас он дал вам и мне свою совершенную праведность царь праведности спасения спас нас от источника греха и заплатил цену за последствия греха мне нравится представлять как наши грехи были прибиты кресту это очень сильный образ представьте себе что все наши грехи выписаны на листке бумаги и прибиты кресту о них позаботились их нет вы прощены это удивительная картина наши грехи были не только прибиты к кресту в тексте сказано что духовные правители и власти дьявол и демоны были побеждены в тот день это чудесные новости реальность такова что дьявол и бесы могут доставать нас но они не имеют силы над последствиями христа если только мы сами не даем ее им как мы даем власть сатане и демонам веря в ложь которые они пытаются навязать нам они убеждают нас что нам нужно сделать что-то еще они только лишь поверить в христа и принять его решение чтобы спастись ложь о том что мы должны добавить что-то какие-то свои усилия к спасению что иисуса недостаточно что царя спасения и праведности не достаточно ложь о том что мы должны работать над спасением ложь о том что если мы будем почитать своих предков они присмотрят за нами потому что иисуса недостаточно ложь о том что мы можем верить в другие религии и спастись без христа потому что дел христа мало ложь о том что мы будем переживать реинкарнацию пока не достигнем совершенства потому что иисуса недостаточно вопрос в том что вы мертвы вы не пытаетесь доставить хорошие дела к жизни чтобы бог принял вас приглашение состоит в том чтобы стать живым духовно иисус не пришел чтобы сделать плохих людей хорошими он пришел чтобы сделать мертвых живыми вот что он сделал и как он достиг этого как царь праведности и спастения с достиг этого он так царь смирения как смирение или кротость связано с ездой на ослице хороший вопрос со времен соломона осла считали низким животным но его также считали символом мира ослов не использовали на войне когда цари завоеватели возвращались домой с войны с процессией то не праздновали победу верхом на осле они ехали на жеребце или на верблюде но точно не на осле они использовали животных которые символизируют власть гордость победу но захария говорит что грядущий царь не придет так другие народы могут рассмеяться представив царя на осле это шутка какой позор представьте чтобы президент сша оставил свой лимузин и приехал на приусе навстречу это будет кротость они символ власти так как же правит кроткий царь как выглядит его смирение в роли царя давайте подумаем над тем как действовали цари прошлого и современные политики какие речи они говорят обычно они звучат так все проблемы с которыми мы сталкиваемся как страна достались нам от предыдущей администрации это все их вина но у нашей администрации есть лучшие решения этих проблем и если вы хотите увидеть как мы решим все эти проблемы вам нужно чтобы мое правительство было при власти это точно не смирение это обвинение прошлого во всем и попытки приписать себе все хорошее в настоящем и будущем но как правит кроткий царь кроткий царь не будет править ради своей выгоды кроткий царь не будет править для того чтобы удержаться на посту кроткий царь идет на жертву ради людей он не называет себя великим но указывает на великого он служит ради своих подчиненных послушайте что апостол павел пишет церкви филиппах описывая кротость филиппийцам 26 и 28 мы читаем он иисус будучи образом божьим не почитал хищением быть равным богу но унижал себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек смирил себя быв послушным даже до смерти и смерти крестной грядущий царь смирил чтобы создать новое царство он служил в кротости ради нас ради вашего и моего блага ради всего человечества грядущий царь будет праведным он принесет спасение и будет править с кротостью каким будет его царство грядущее царство место где мы будем жить с уверенностью радостью и надеждой захарий 9 10 рассказывает нам о том как будет там он говорит тогда истреблю колесницы у ефрема и коней в иерусалиме и сокрушен будет бранный лук и он возвестит мир народом и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли что означает этот символизм который мы видим у захарии во первых это будет мирное царство он пророчествовал что когда царь войдет в иерусалим то разрушит колесницы лошадей и боевой лук он говорит что весь военный аппарат исчезнет из царства новое царство будет установлена без физической силы она будет установлена совсем не так как это делает культура привычные царства тогда и сейчас иисус устанавливает свое мирное царство через революционные жертвы жертвы его собственной жизни церковь которую основал иисус всегда распространялась через мир смирение и самопожертвование когда же церковь потеряла из виду своего царя и его характер она становилась страшной карикатурой религии действующей также как действуют все человеческие цари эгоистично и неся разрушения но царь иисус правит в мире во вторых это будет объединенное царство захария говорит нам что народ божий это ефрем иерусалим что это означает это говорит нам о том что граждане бывшего северного царства которые были отвергнуты богом потому что они отвергли его и граждане южного царства объединяться в новом мессианском царстве который мы видим здесь это новое царство не будет этническим царством национальным государством которое появилось благодаря физической революции новое царство это царство божие инициатором которого является иисус и его дела его смерть и воскресение в церкви разделение на иудея и язычника будет разрушена павел и в ефесянам говорит нам а теперь во христе иисусе вы бывшие некогда далеко стали близки кровью христовую это новое царство открыто для каждого кто поверит в нового царя иисуса вы поняли это это новое царство открыто для каждого кто поверит в нового царя иисуса и третье это будет вселенское царство мессия иисус провозгласит мир всем народом его царство не будет ограничено иудеями исторической землей обетованной которую бог обещал аврааму она распространится на все народы и это произойдет через провозглашение мира послами царя последователями иисуса которые провозглашают мир с богом и с другими вторая часть захарии 9 10 говорит что владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли в тексте сказано что мессианское царство будет включать в себя всю территорию земли обетованной не только оно будет тянуться до краев земли потому что царь принесет свое царство вот в чем прелесть того что он делает захарии 9 9 и 9 10 это пророческое слово о будущем оно исполнилось в иисусе как мы читаем в матвея 21 в первых пяти стихах матвея 21 мы видим как все это будет происходить здесь сказано и когда приблизились к иерусалиму и пришли в ифагию горе ильионской тогда иисус послал двух учеников сказав им пойдите в селение которое прямо перед вами и тотчас найдите ос лицу привязанную и молодого осла с нею отвязав приведите ко мне если кто скажет вам что-нибудь отвечайте что они надобны господу и тотчас пошлет их все же сие было да сбудется реченная через пророка которая говорит скажите черри сионовый все царь твой грядет к тебе кроткий сидя на ослице и молодом осле сыне под еремной именно это и случилось иисус принес себя людям иудеям которые пришли чтобы отпраздновать пасху он принес себя как помазанника божьего иисус не искал физического престола его царство царство сердца он пришел в на осле он пришел с миром он не пришел чтобы покорить римлян он пришел чтобы установить свое царство он показал что пришел не для того чтобы уничтожить или осудить но помочь не в силе оружия но в любви вот так пришел иисус он пришел установить новое царство праведности мира по всей земле которая побеждает силу и последствия греха это царство дает жизнь своим гражданам если вы гражданин этого царства то можете жить с уверенностью надеждой и радостью